Преступность в общественных местах и молодежный экстремизм обсуждали сегодня в Доме правительства на координационном совещании. За порядком в республике следят 9 тысяч видеокамер. Изображения с 300 из них выведены в дежурные части территориальных органов МВД. Как это помогает справляться с преступностью в нашем репортаже. Глава ЧВШ подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах должны решаться не только на федеральном и республиканском, но и на местном уровне. Развертывание комплексов «Безопасный город» дало положительные результаты. За 10 месяцев текущего года с использованием технических средств раскрыто 82 преступления и выявлено более тысячи административных правонарушений. Как итог принятых мер, групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. Подводя итоги прошедшего периода, мы отмечаем, что результатом принятых мер является сокращение количества противоправных деяний, совершенных в общественных местах на 14%, уличных преступлений на 20%. Главы муниципалитетов с доводами согласились. В некоторых районах средства из бюджета уже выделены и есть результаты. На 350 тысяч рублей заложили по программе «Безопасный город», установили нормальные в виде камеры в Шахазанском, в Советском поселении, которые используются, которые бюджетную эффективность получили еще. Мы их тоже направляем на приобретение этих камер. Заслушали на совещании доклад о профилактике экстремизма на территории Чувашии. В целом в республике стабильная обстановка. За 10 месяцев выявлено 10 преступлений экстремистской направленности. Большинство из них – это размещение в сети интернет материалов, разжигающих межнациональную рознь. В городских округах, прежде всего, конечно, нам надо следить, смотреть, где эти проявления или факты могут проявиться. Владея оперативной информацией, своевременно должны мы сообщать, чтобы уже специалисты на профессиональном уровне могли проводить соответствующую оперативную работу. Сейчас в республике проживают 11 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, или 0,85% от местного населения. Из почти 12 тысяч преступлений, зарегистрированных в 2013 году, 75 совершено приезжими. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.